...сложнейшее искусство, требующее великой точности. Вы что, ребят? Ренуар — это всё сморчок, Веласкис тоже. Фигуру туда, фигуру сюда, всё в климате. Больше, меньше, никто дурники кругом не понимает. И так, Паша, я сегодня посмотрел тут сдачу бреда. В репродукции хорошо, а в натуре это абсолютно несовершенная вещь. Копия торчат так, это торчат. Да, да, за время, когда появились вот эти вот средства массовой информации, которые сделали вещь доступной через день, просто как она создана. И я иду по-любому в музей, иду, я всё знаю. Я же не дёрг, который поехал в Венецию, посмотреть, как там птица, а пишет. Говорят, что он лучше меня. Я приехал и смотрю, действительно, другая школа. Есть венецианская школа, есть семейственная школа. Это несовместимые вещи, разные культуры. А сейчас этого быть не может. Пожалуйста, Вифреду Ламу. Он не успел нарисовать, как его уже перепечатали где-то там в Африке или во Франции. И все, кто интересуется, уже может запросто это всё брать. А то, что там фактурка, как я, говорит, увидел Веласкес, это не то, что на репродукции. Я так не увидел. Я увидел хуже намного, чем на репродукции. Причём хуже намного Веласкес, Сальвадор Дали, Макс Эльц. Масса художников, которые намного хуже, ну, во всяком случае, не лучше. То же самое. То есть я вот благодаря этой всей научной, технической эволюции, я могу сидеть дома и прекрасно всё. Нажимать кнопочку. Ничем не лучше. Или это самое, как её, гениальное, последнее, самое-то, самое-то, моя, я шёл прощаться-то с жизнью и с ней заодно, чтобы увидеть и проститься с жизнью. То есть классически. Я теперь передумаю, я ещё поживу. А, это, менины. Давай что, да тут тёплохолодости ноль вообще. Это пола в разреженном, холшит. Снизу там гвозди какие-то. Двое честненькие, короче. Гвозди у этого карлика там одна уха с белилами. Мальчик не закомпонован, обрезан. У этого палитра с головой с одной из этих меню касается неважно. Там рука у неё и шеи торчит. Ну, там без налепсуса. И я смотрю гения, и я его люблю страшно. Но только благодаря тому, что я вижу его ошибки. Если бы я не видел, я бы его не любил. А я его люблю только потому, что я знаю его доставки. И теперь абсолютно просто всё. Это широкое осмотрение. Один глазик потёкся, другой недотёк. Это всё понятно. Недотёк – это хорошо. Да, и Владимир сегодня посмотрел с наслаждением. И говоришь, что велоскописан для того, чтобы мы потом какие-то дальние потомки ходили, хрюкали. Вот у неё глаз потёк, а здесь он это недоучёлый вообще. И Куперков нарисовал. А лишь бы на то, чтобы вот написал, а на приходили две. Ну, я согласен, даже на трёх. Ладно. Но не было. Больше бы тёжного дали на раздан. И говорили, ты самый-самый. Вот ты гениант. Дюрка. А ты вот настолько ловко оба... И мы это чувствуем слушать и ласкать. И за это делали с ним то же самое, что делают с теми же, кто вообще даже карандаш не умеет держать в руках. Ради этого строительства. Ради этого строительства. Потому что божественная дама придумала всё масло. Только жениками. Ну, это же нам даже и есть. А это все карьерные росты художников. Я даже не понимаю, к чему они сводятся. У меня даже есть некоторое беспокойство. Чем больше стремление к карьерному росту, тем сложнее ситуация в семье. Безусловно. А иначе какова мотивация, собственно? Ну, тут компромиссия. Это мужская формизаторная. Нам надо женщинам спросить, вот какова их мотивация к карьерному росту. Вот что интересно. Потому что мужчина без существа привитивно. Ему понятно. Он работает только для того, чтобы... Как мы говорили, одна, два, три. Максимум трое женщин любили отношения. А вот у женщин какова мотивация к славе мировой? Это я не могу понять. Вот пусть они нам расположены. Чтобы одного, двух, но максимум трех мужчин любили. Ну, может быть, мы их мнение выслушаем уже не сегодня. Может быть, чтобы их любили тоже один, два, но максимум трое. Ну, молчат. Ты ведь. Ты ведь. Ты ведь. Субтитры создавал DimaTorzok